МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Материал подготовила Анна Тур. Экономика оживает и тянет за собой цены. Эксперты рынка недвижимости, банкиры и риэлторы в один голос заявляют, что Краснодар демонстрирует рост сразу по нескольким направлениям. Этому и была посвящена встреча лидеров рынка под эгидой Кубанской палаты недвижимости. У нас за 7 месяцев наметился устойчивый рост цен на недвижимость на вторичном рынке. Слава тебе, господи, не галопирующий, но тем не менее. То есть рост – это признак роста экономики в том числе. Несмотря на падение реальных доходов и снижение общероссийских показателей промышленности, кубанский рынок недвижимости пошел в рост. Упрямые факты по числу ипотечных кредитов настойчиво это подтверждают. Только за два месяца 2018-го банки успели выдать полторы тысячи займов. Это на 40% больше прошлогодних показателей. Конкуренция на этом рынке ужесточается с каждым днем. Ипотечное направление является одним из ключевых продуктов розницы. В нашей общей стратегии до 2020 года предполагается, что до половины кредитного портфеля будет составлять ипотека. Процентные ставки и цены квадратного метра полярно разошлись. И если ипотека продолжает снижаться, банки сегодня кредитуют под 9%, то квадратный метр в цене стабильно растет. Положительно сказалась на рынке и точечная работа властей по решению проблем долгостроев. 40 затянувшихся стройк уже получили инвесторов, а 8 тысяч дольщиков – долгожданные ключи. Проблемные объекты, конечно, не исчезли, но появился эффективный механизм по их устранению. На подходе и новый краевой закон. Он будет не только предусматривать дополнительную защиту дольщиков, но и компенсацию тем компаниям, которые возьмут на себя проблемные дома. Законопроект уже в работе у кубанских парламентариев. Примут его до конца этого года. Инвентаризацию всех коммерческих объектов проведут в Краснодаре. В городе прошло заседание рабочей группы по наполнению доходной части консолидированного бюджета региона. Глава Краевого Минфин отметил, что пополнение казны на сумму более 323 миллионов рублей возможно за счет дополнительных поступлений по налогу на недвижимое имущество. База формируется от кадастровой стоимости. В прошлом году в перечень коммерческих в столице Кубани было включено более 7 тысяч объектов. На Кубани создадут рабочие группы по выявлению нелегальных гостиниц. Об этом рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Края Христофор Константинеди. Прошла конференция по итогам зимнего турсезона. В рамках межведомственной комиссии создадим мы рабочие группы, одна из которых будет заниматься неорганизованным сектором. Здесь главная задача, чтобы организаторы средств размещения оформили свою деятельность как гостиничные услуги. Будем вести разъяснительную работу, мониторинг, комиссионное обследование. В рабочую группу войдут представители министерства, муниципалитеты, федеральные ведомства. Проверять будут только места размещения, которые позиционируют себя как гостиницы. Также людям подробно расскажут, чем отличаются легальные средства размещения от теневых. В Краснодарском крае начался сев сахарной свеклы. Кубань первая в России приступила к работам. В планах вырастить культуру на территории более чем в 200 тысяч гектаров. Это площадь больше, чем в прошлом году. К севу уже приступили хозяйство Успенского, Новокубанского, Приморско-Ахтарского, Лобинского и Красноармейского районов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. Добавлю, Краснодарский край один из крупнейших в стране регионов по выращиванию сахарной свеклы. Ежегодно он дает около 25% общего объема производства этой культуры. Прошлогодний урожай составил почти 10 миллионов тонн. В завершении выпуска курс валют на 24 марта от Центрального банка России. Вот на каких отметках остановились доллар и евро. Это были Деловые факты. Оставайтесь на телеканале Кубань24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...